Все началось с загадочного сигнала, который весьма неожиданно был зафиксирован на самом краю земного шара, в самом сердце Антарктиды. Этот сигнал поразил ученых своей необычайной интенсивностью и четкостью, будто бы исходил из самой глубины ледяной пустыни. Среди тысячелетнего слоя льда и снега, скрывающего тайны прошлого, этот сигнал был словно зовом из иного мира. Современные спутники и приборы моментально зарегистрировали его, однако происхождение сигнала оставалось тайной, которая требовала немедленной разгадки. Едва уловимый, но мощный в своей сути, сигнал был похож на нечто, что никто раньше не фиксировал из недр этого сурового континента. Не только его сила, но и стабильность были настолько необычны, что исследователи по всему миру начали бить тревогу, чтобы понять природу этого феномена. Неужели под многовековыми слоями льда действительно скрывается нечто большее, чем просто замороженные воспоминания о прошлом? Это был вопрос, который ученые и исследователи, безусловно, не могли оставить без внимания. Вскоре после обнаружения сигнала было принято решение собрать команду самых опытных исследователей и направить их в одну из самых негостеприимных областей планеты. Проект по исследованию начался с привлечения лучших умов и технологий современности. Эти события мгновенно привлекли внимание мировой общественности, ведь перспектива раскрытия тайн Антарктиды и возможного открытия неведомой цивилизации или даже следов внеземных гостей была слишком интригующей, чтобы остаться незамеченной. Подготовка началась стремительно и вскоре команда была готова к встрече с неизвестностью. Вперед, к ледяной пустыне, где скрытая под толстыми слоями льда, ждала своих исследователей загадочная структура. Тайна подо льдом. Первые находки. Прибыв на место команды исследователей, приступила к установке оборудования. Первые сканирования подо льдом показали нечто невероятное. На глубине более 300 футов удалось обнаружить четкие очертания структуры, чьи размеры и форма полностью противоречили всем известным данным об этой части Антарктиды. Объект был в виде правильной геометрической формы с острыми гранями, что явно указывало на его искусственное происхождение. Размер находки был воистину впечатляющим. Она простиралась на несколько сотен футов в длину и ширину. При более детальном изучении выяснилось, что материал, из которого была изготовлена конструкция, не напоминал ни один известный до сей поры. Он был невероятно прочным и устойчивым к экстремальным температурам, что позволяло ему оставаться в сохранности под таким толстым слоем льда. Это открытие поставило под сомнение все существующие теории о климате и геологии Антарктиды. Команда решила углубить исследование и взяла пробы льда окружающего объекта. Анализы показали аномальное присутствие редких элементов и минералов, которые ранее не находили в этой части континента. Напоминало ли это постройку древней цивилизации, о которой никто и никогда не слышал? Или, быть может, это было свидетельством того, что подо льдом скрыто нечто более древнее и загадочное? Но был один аспект, который особенно волновал исследователей. Аномальное тепло, исходящее из глубины конструкции. Это тепло простиралось на значительное расстояние и вызывало плавление льда вокруг объекта, что добавляло еще больше загадок к этому уже интригующему открытию. Вскоре команда начала углубляться в изучение этого феномена, надеясь понять его природу и последствия. Вопросы множились, и давление раскрыть все тайны росло с каждым новым открытием. Что же ожидало их впереди в этой ледяной пустыне, полный загадок? Инновационные технологии. Взгляд внутрь. Настало время взглянуть внутрь загадочной конструкции, скрытой под толщей антарктического льда. Используя самые передовые технологии, исследователи приступили к сканированию формы и структуры объекта. Для этого применили сверхсовременные лазерные и радиоволновые датчики, которые позволили составить трехмерную модель того, что скрыто подо льдом. Результаты были ошеломляющими. Внутреннее устройство постройки было необычайно сложным. Коридоры, комнаты и даже нечто вроде технологических отсеков поражали своей продуманностью. Одним из самых удивительных фактов оказалось наличие многочисленных полостей, которые служили неясной цели. Внутренности объекта были насыщены структурными элементами, напоминающими современные энергетические установки. Это указывало на уровень технического развития, далеко превосходящий все, что известно человечеству. В одной из секций был обнаружен загадочный механизм, который, по всей видимости, и являлся источником аномального тепла. Этот механизм был покрыт символами неизвестного происхождения, что еще больше подогревало интерес ученых. Исследовательская группа, используя роботизированные зонды, смогла собрать образцы для дальнейшего анализа. Эти образцы показали химический состав, никогда ранее не встречавшийся в природе. Возникали вопросы, как подобная структура могла быть создана в таких экстремальных условиях и что послужило ее целью. Все эти данные открывали новые горизонты для исследований и требовали безотлагательного изучения. Каждое новое открытие порождало целую вереницу вопросов. Но загадку следовало решать шаг за шагом, погружаясь во все более глубокие слои тайны. Как далеко уйдут ученые в своих исследованиях и что они находят, это еще предстоит увидеть. Аномальное тепло. Что это может значить? Аномальное тепло, исходящее из недр загадочной структуры, стало одной из главных загадок для ученых. Это явление шло вразрез с элементарными законами физики, ведь льды Антарктиды известны своей способностью поглощать и изолировать тепло. Однако температура вокруг объекта явно превышала ожидаемую, и вскоре исследователи поняли, что это тепло не только поддерживает стабильность конструкции, но и влияет на окружающую среду. Быстрыми темпами они обнаружили, что это тепло провоцирует таяние льда на значительном расстоянии от объекта, создавая подледные озера и поток воды, который, казалось, вел себя так, будто направлялся по заранее созданным каналам. Пока они продолжали изучение, стало ясно, что источник тепла не только стабилен, но и обладает способностью к саморегуляции. Это указывало на высокоразвитую технику, оставленную, возможно, бесчисленные века назад. Даже более удивительной была реакция местной геофизики. Ледяные массивы, казалось, изменяли свою структуру под воздействием тепла, создавая необычные формы и узоры. Сложные векторы тепловых потоков поднимали много вопросов о том, какую роль выполняет это устройство. Помимо физического влияния на окружающую среду, возникла теория о том, что тепло может быть частью более сложной системы энергии или даже коммуникации. Возможно, это был сигнал, активирующий механизм, который следовало бы рассмотреть более детально. Исследователи с трепетом ожидали момента, когда смогут добраться до самого источника и понять, что кроется за этой загадочной энергией. Но впереди их ждали новые открытия, которые могли пролить свет не только на структуру, но и на ее создателей. Неизвестная архитектура, чужие или предки Когда исследовательская группа добралась до внутренней части загадочной структуры, они наткнулись на архитектуру, не похожую ни на одну известную на Земле. Стены конструкции были покрыты геометрическими узорами и символами, которые не принадлежали ни одной из известных земных культур. Очертания залов и коридоров были не только правильными, но и сложными, с переходами и соединениями, напоминающими скорее трехмерные лабиринты, чем человеческую архитектуру. Этот стиль построения вызывал множество вопросов, кем были создатели и что побудило их создать столь уникальную конструкцию в экстремальных условиях Антарктиды. Одним из самых поразительных открытий стала находка огромного зала, в центре которого возвышалась массивная конструкция, напоминающая алтарь или командный центр. Этот объект был усыпан символами, которые, возможно, являлись языком создателей структуры. На поверхность конструкции также были нанесены изображения, напоминающие карты звездного неба, что могло указывать на внеземное происхождение ее строителей. Эти находки заставили ученых пересмотреть многие традиционные теории о происхождении древних цивилизаций. Внутри этого зала были обнаружены технологические устройства, чье назначение оставалось загадкой. Исследователи заметили, что многие элементы были сделаны из материалов, неизвестных современным науке, а их структура была настолько сложной, что извлечение и изучение этих устройств требовало особой осторожности. Эти технологические артефакты указывали на глубокое понимание физики и инженерии, выходящее за рамки человеческих возможностей. Все это поднимало новый вопрос. Могли ли эти строители быть нашими древними предками, достигшими невероятных высот в технологиях и позже исчезнувшими? Или эти артефакты свидетельствовали о присутствии гостей издалека, которые оставили след в истории Земли, прежде чем улететь? Реакции ученых были разными, но одно было ясно. Перед ними стояла задача невероятной важности – раскрыть больше секретов этой древней структуры и разобраться в ее истинной природе. И в дальнейшем исследователи могли столкнуться с еще более сложными загадками, которые могут навсегда изменить наши представления о прошлом. Расшифровка символов. Язык загадочных строителей. Внутри загадочного зала исследователи обратили внимание на множество символов, покрывающих стены. Эти символы не имели аналогов в известных земных языках и поражали своей сложностью и изяществом. Их очертания напоминали спирали, зигзаги и иные геометрические формы, переплетающиеся в невероятных комбинациях. Сразу стало очевидно, что эти символы играли ключевую роль в понимании природы структуры и ее создателей. Для расшифровки символов были привлечены опытные лингвисты и криптографы, которые начали систематически анализировать обнаруженные знаки. Первым шагом стало создание базы данных всех символов и их вариаций. Затем ученые использовали методы статистического анализа, чтобы выявить повторяемость и распространение этих знаков. Это позволило выделить некоторые закономерности, которые могли указывать на синтаксис и грамматику таинственного языка. Однако расшифровка шла медленно, так как значительная часть символов оставалась непонятной, и было сложно определить, какие из них являлись словами, а какие числами или конструктами. Параллельно с этим ученые уделяли особое внимание изучению расположения символов на поверхности объектов. Их позиционирование, казалось, соответствовало архитектурным элементам и, возможно, указывало на их функциональное назначение. Каждый символ, будучи частью более крупной системы, открывал путь к пониманию технологической инфраструктуры строения. Это позволяло предположить, что структура могла быть не только жилищем, но и местом для проведения ритуалов или научных исследований. Исследовательская группа также обратила внимание на то, что некоторые символы были нанопечатными, что указывало на высокие технологии их создателей. Эти знаки были почти невидимы невооруженным глазом и проявлялись только под определенным углом освещения. Это открытие стало ключом к пониманию того, что перед ними не просто древняя цивилизация, но нечто более сложное и многослойное. Пока ученые продолжали работу, они поняли, что расшифровка этих символов может пролить свет на множество аспектов, включая историю появления структуры и ее возможные функции. Хотя задача ей казалась невероятно сложной, этот процесс обещал открыть тайны, которые могут изменить наш взгляд на историю и происхождение жизни на Земле. И даже в тот момент, когда они чувствовали себя близкими к пониманию, их ждали новые загадки, которые могли полностью перевернуть их представление о возможных строителях этой загадочной конструкции. Древние легенды и факты. Сравнения. В поисках разгадки исследователи обратились к древним легендам и фольклору народов, населявших Землю в древние времена. Некоторые из этих мифов повествовали о загадочных строителях, приходивших с неба или из глубин Земли, чтобы создавать удивительные сооружения и передавать знания. Эти легенды, столетиями считавшиеся выдумками, внезапно приобрели новую актуальность, когда они начинали перекликаться с деталями, обнаруженными в Антарктиде. Одна из легенд южноамериканских индейцев, например, гласила о Великой Ледяной Стране, где стояла некая храмовая гора, скрытая от людских глаз. Исследователи также обратили внимание на древние письменные источники, такие как свитки и монускрипты, в которых упоминались таинственные цивилизации. В некоторых из этих текстов содержались описания технологий и знаков, напоминающих те, что были найдены на стенах антарктической структуры. Эти совпадения не могли игнорироваться и указывали на возможное взаимодействие древних народов с загадочной культурой, чьи остатки спрятаны под льдами. Пока ученые сопоставляли данные из разных источников, они заметили, что описание некоторых технологий, упомянутых в мифах, совпадало с устройством, найденным внутри структуры. Например, в одном древнекитайском тексте говорилось о машине, способной увеличивать тепло Земли, что напоминало найденное устройство, регулировавшее аномальное тепло под толстым слоем антарктического льда. Средневековые летописи, найденные в разных частях света, также упоминали некие звездные карты, которые присходствовали с теоретическими знаниями, заложенными в архитектуре таинственной конструкции. Эта связь между мифами и фактами позволила исследователям предположить, что древние легенды могли быть записями реальных исторических событий, закамуфлированных под мифологические образы. Такие совпадения вдохновили ученых на более детальное изучение архивов и легенд, что потенциально могло пролить новый свет на скрытые связи между культурами и загадочной структурой, скрытой в Антарктиде. Каждый новый факт, вырывающийся из недр мифов и легенд, открывал все больше тайн, приводящих их все ближе к разгадке тайны этого удивительного места. Перед командой исследователей оставалось еще множество вопросов, но чем дальше они пробирались по следам древних легенд, тем яснее становилось, что их путешествие лишь начинается. Секреты Антарктиды. Итог экспедиции и открытые вопросы. Экспедиция завершалась, оставив позади захватывающие открытия и ряд нерешенных вопросов. Антарктида с ее суровой красотой и таинственными глубинами позволила исследователям вскрыть павший во времени секрет, постройку, о происхождении которой оставалось только догадываться. Найденная структура бросала вызов всем известным традициям и подходам к изучению истории. Несмотря на невероятные усилия, многие аспекты оставались загадками. Например, материал конструкции, не поддающийся никаким известным научным классификациям. Его свойства и происхождение ставят под вопрос выбранные методы изучения, предполагая наличие технологий, превосходящих современные. Следы аномального тепла, распространяющегося подо льдом, также оставались не до конца разгаданными. Ученые обнаружили, что это тепло не только позволяло структуре сохраняться, но и могло служить источником энергии, используемым создателями. Однако их уровень понимания физики и инженерии продолжал оставаться за пределами человеческих возможностей. Кроме того, присутствие сложных символов и знаков продолжает интриговать. Пытливые умы исследователей, лингвистов и криптографов трудятся над расшифровкой, полагая, что эти символы могут содержать ключ к технологиям и жизням строителей. Но пока расшифровка ведется, многие знаки остаются загадкой, скрывающей тайны древнего мира. Древние легенды и мифы, соединенные с фактами, найденными на картине открытий, позволяют предполагать связь с древними цивилизациями, но не дают полноты картины. Исследователи намерены продолжать работу, стремясь разгадать каждую деталь, пока неизведанные земли приготовили еще больше сюрпризов для решительных ученых. Несмотря на завершение экспедиции, вопросы о строителях, их целях и загадках, которые скрывает этот ледяной континент, ждут своего часа. Антарктида, уже изменившая представление исследователей о прошлом, зовет к новым открытиям, обещая еще более глубокие тайны, скрытые в ее древних недрах.